Это защите дыхательных путей медицинского персонала. В условиях пандемии COVID-19 полный защитный костюм, согласно санитарным правилам, включает капюшон, противочумный халат, противопулевые респираторы и классы защиты не ниже FFP3, плотно прилегающие очки, либо полнолицевая маска, а также перчатки и бахилы. Принудительная подача вентилятором отфильтрованного воздуха в подмасочное пространство в санитарных правилах не предусмотрена. Необходимость длительное время до 10-12 часов преодолевать напором дыхания сопротивления фильтров и обратных клапанов превращает и в листовую нелёгкую работу медицинского персонала изнурительный труд. Недавно среди причин, мешающих применению респираторов, были особо выделены. Это невозможность дыхания порядка 26% и затруднение дыхания, это где-то 64%. Помимо затруднения дыхания, имеется другая причина отрицательного отношения к респиратору. Для защиты глаз в комплекте защитной одежды предусмотрены герметично надеваемые на лицо очки и полнолисовая маска, которая совмещает защиту органов дыхания и глаз. Однако ни очки, ни маска не позволяют пользователю работать в очках, корректирующих зрение. И, наконец, тщательная обтюрация очков и маски в течение длительного времени создаёт чрезвычайно некомфортные условия для работы. Ну, коротко о том, что нужно знать для защиты дыхательных путей, особенно с нынешней инфекцией. Основной механизм переноса патогенных микроорганизмов и вирусов — это аэрозоли. Биологические аэрозоли — это субстанции, частицы которой несут на себе жизнеспособные микроорганизмы или токсины. Они возникают в помещениях во время чихания, кашля, разговора, а также в результате уборки помещений. В зависимости от размера частиц различают четыре фазы биологического аэрозоля. Это крупнокапельная диаметром более 100 мкм, мелкокапельная менее 100 мкм, капельно-ядерная где-то менее 1 мкм и бактериальная пыль — частицы в десятки сотни нанометров. Кинетика частиц очень разнообразна. Распространение крупнокапельной фазы достигает 3 м. Частицы мелкокапельной фазы, это 30 мкм, и более медленно оседают, образуя вместе с частицами крупнокапельной фазы бактериальную пыль. Более мелкие частицы в течение сотых долей в секунду подсыхают и превращаются в ядрышки, формируя капельно-ядерную фазу бактериального аэрозоля. Эти частицы являются сложным структурным образованием, содержащим возбудитель, заточенную в белковую оболочку, защищающую его от глубительного действия факторов окружающей среды. Скорость оседания частиц мелкокапельной фазы размером менее 10 мкм и частицы капельно-ядерной фазы настолько мала, что постоянное незначительное движение воздуха в помещениях обеспечивает им поддержание в возвышенном состоянии и перенос потоками воздуха на значительные расстояния. Величина частиц аэрозоля в каждом конкретном случае определяет глубину их проникновения, дыхательную путь человека и в последующем локализацию тяжести патологического процесса. Поэтому эффективные фильтрующие средства защиты дыхательных путей оказались одним из важнейших вопросов. Характерно, что расстояние между волокнами и фильтровального материала, как правило, много больше размеров частиц, которых требуется задержать. Механизм их улавливания состоит не в заостревании частиц между волокнами, а имеет преимущественно диффузный характер, где заостревание происходит в связи с бонусским движением. Другой эффективный механизм улавливания — это притяжение частиц с электрическим зарядом, находящимся на волоках. Существует описание предлагаемых Российской Федерацией защитных медицинских масок и респираторов, характеристики их эффективности в различных эпидемиологических ситуациях. Маски получили широкое распространение как простое и дешёвое средство защиты. Однако отсутствие маска в полуце от тюрации исключает генетичное прилегание маски к лицу. Меной инфекирующий корпус, загрязнённый воздух при вдохе попадает в органы дыхания пользователя. В действительности медицинские маски предназначены в первую очередь для того, чтобы уменьшить выделение патогенов из дыхательных путей пользователя и предотвратить инфицирование окружающих. Поэтому в реальной индивидуальной защите медицинского персонала рекомендованы респираторы. Основное отличие респираторов в том, что они плотно прилегают к лицу, обеспечивая генетичность и поэтому защищают именно те, кто их носит. Респираторы очищают воздух, который выдыхает человек от частиц размеров 0,04 до 1,3 мм. Полумазки респиратора для защиты органов дыхания от аэрозоля подразделяются на три класса. FFP1 – это с низкой эффективностью коэффициент проникновения аэрозоля не более 22%. FFP2 – это со средней эффективностью не более 8%. И FFP3 – это с высокой эффективностью не более 2%. Однако при всех достоинствах респираторов с эффективностью FFP3 пользователь не имеет гарантированной защиты от опасных вирусов. Эти причины потребовали пересмотра концепции защиты дыхания глаз, кожного покрова и восьмого покрова головы при работе в красной зоне. Наиболее подходящим решением оказались известные модели средств индивидуальной защиты немедицинского назначения, в которых отфильтрованный наружный воздух принудительно подается вентилятором под шлемное пространство. Известно, что за годы выхода санитарных правил 2014 года был выпущен национальный стандарт, который как раз и посвящен фильтрующимся изот в виде шлема или капюшона с принудительной подачей воздуха в вентилятор. Выход стандарта не случайный, поскольку в это же время на акционерном обществе Сонский оптикомеханический завод разрабатывалось и осваивалось производство именно таких СИЗОН для техники, строительства, химии и фармакологии. В здравоохранении упоминается только в связи с работами в лабораториях и дезинфекции. Очевидные преимущества в решении с принудительной подачей воздуха. Это более высокий уровень защиты органов дыхания, чем у респираторов с воздушной фильтрацией без вентилятора. Вентилятор с питанием от батареи пропускает воздух через фильтр, но не создает дополнительного сопротивления дыханию пользователя. Поддержание избыточного повышенного давления в подмасочном пространстве повышает надежность защиты. Ну и постоянный поток воздуха обеспечивает охлаждение медработника, что создает больший комфорт для пользователя. Соборно сидящие данные уборы обеспечивают защиту органов дыхания без необходимости плотного прилегания к лицу. Широкий ряд подобных моделей немедицинского назначения выпускается нашими коллегами, скажем, американской фирмы. 3М. Система, работающая от аккумуляторной батареи, втягивает воздух через фильтр или карточ для защиты органов дыхания пользователя, как, например, 3М. Со шлемом. В зависимости от выбранной системы вентилятор может быть установлен как на поясе, так и на голове. Такие СИЗО стоят очень дорого, где-то порядка полутора-два, с половиной тысяч долларов. Фильтрующая вентиляторная система индивидуального пользования БЛАЗАР защищает в том числе от вирусов, однако подозначенная для комфортных путешествий перемещений в общественном транспорте, побывания в людских скоплениях. Ко всем размерам эта система непригодна для работы врачей персонала. Защитный операционный шлем «Страйкер» имеет систему внутренней вентиляции. Шестискоростной вентилятор, установленный в задней части шлема, воздух фильтруется через специальный материал накидки, надетый поверх шлема. Согласно рекламной информации, защитный операционный шлем — это максимальная защита хирурга от биологических тканей и жидкости пациента во время операции. Отсутствие бактериально-вирусных фильтров на всасывание вентилятора делает шлем малопригодным для использования в красных зонах. Отечественные немедицинские СИЗО, предлагаемые ОСУ в Сумским ультиномеханическим заводам, имеют исполнение с блоком подачи воздуха, закрепленным на поясе, вместе с аккумулятором и блоком, надеваемым на шею. В первом случае блок соединяется со шлемом задней части традиционным гиптингом, гастрированным шлангом. Во втором случае шланг отсутствует. Известные шлемы медико-биологического назначения спинно-двительной подачи воздуха разработаны в его лаборатории технологической одежды. Это город МИАС. Шлем дает возможность находиться в среде, где существует риск заражения опасными биологическими агентами, рассчитанными на вторую-четвертую группу подагенностей. Внутреннее пространство защищено положительным давлением воздуха, которое подается фильтровентиляционной установкой. Изделие имеет избыточные конструктивные элементы крепления к уровню, неудобное размещение аккумулятора, невозможность работать в очках, корректирующих зрения, ну и отсутствие вывода в зубке фонгоскопа. Учитывая проблемные места, рассмотренные в защитных устройств, уважаемые коллеги, хочу представить вам медицинский шлем с принудительной подачей вентилятором подготовленного обеззараженного воздуха, разработанный мной совместно с инженерами акционерного общества НПО «Тепломаш». Одна из моделей имеет отдельный портативный блок подготовки и подачи воздуха в шлем через гибкий воздуховод. Блок подготовки размещается на поясе или за спиной пользователя. Гибкий воздуховод подводится к шлему со стороны затылка, не ограничивая поля зрения и практически не мешает движениям головы пользователя во время работы. Другая модель, которая вот представлена на слайде, скомпонована в виде цельного устройства на голове пользователя. Проблема обтюрации подшлемного пространства решается посредством создания избыточного давления и избыточного расхода воздуха подаваемым вентилятором. Обе модели запатентованы, получены соответствующие документы как в России, так и Соединенных Штатов. Эффективность бактериальной вирусной фильтрации не ниже 99%, 2 девятки после запятой. Продолжительность непрерывной работы не менее 8 часов. Безопасность и комфортное состояние пользователя в течение 8 часов подтверждено на 30 шлемах натурных испытаний цельно скомпонованного устройства, врачами и медсестрами в городской многокрофильной больнице номер 2 города Санкт-Петербурга и на скорой помощи и другие больницы города. Испытания проводились с мая 2020 года по январь 2021 года. Основные результаты испытаний по отзывам большинства участников сводятся к следующему. Полное отсутствие затруднений в дыхании, наличие большого постанства внутри шлема, возможность пользоваться очками, отсутствие препятствий загромождающих обзор и мешающих работе, отсутствие запахивания лицевой панели, комфортная температура воздуха внутри шлема, надежная защита врача от окружающей среды, особенно при кашле чихания пациентов, возможность использования фонбоскопа через уплотненный вывод, возможность проведения операции и медицинских процедур любого характера, частота при дезинфекционной обработке съемных частей, относительно небольшой вес, вес где-то порядка 750 грамм, также легкая замена фильтра. Ну и есть замечания, имеются затруднения в использовании зарядного устройства, включения и выключения тубера, имеется пожелание снизить уровень шума вентилятора. Те замечания учтены и внесены конструктивные изменения в данном устройстве. На слайде мы видим цельно скомпонованный на голове пользователя шлем, который состоит из каркаса, лицевого щитка и тканевой накидки капюшона. Лицевой щиток выполнен из поликарбоната. Блок подготовки воздуха установлен на каркасе и расположен в верхней его части. В воздушном тракте блока подготовки расположен вентилятор с бесколлекторным электродвигателем с частотой вращения порядка 3900 оборотов в минуту. Вентилятор поддерживает избыточное давление подшлемом пространстве и обеспечивает расход не менее 100 литров в минуту, превышающую величину необходимую для нормального дыхания. В воздушном тракте блока подготовки размещаются сменные фильтры для очистки и обеззараживания воздуха. Описаны модели использованы преимущественно бактериально-вирусные электростатические мембранные фильтры. В частности могут использоваться также фильтры используемые в аппаратах ИВЛ. Однако допускается установка фильтра из медицинской маски обычной трехслойной. Можно ее свернуть пополам и вставить туда. В связи с этим посадочные места сменные фильтры разных типов. В комплект шлема прилагаются специальные заглушки для перекрытия входных открытий фильтров при дезинфекции с целью сохранения фильтра работоспособности. Воздушный тракт блока связан воздуховодом с подшлемным пространством таким образом, что струя из воздуха направлена на лицевую панель. Направление струя из воздуха вниз вдоль лба и носа совпадает с направлением струи выдыхаемого воздуха. Это обеспечивает благоприятную аэродинамику, температуру и влажность воздуха под шлемом. Растихание воздушного потока по шлемному пространству в голове создает равномерное распределение скорости потока в области глаз. Все вместе поддерживает комфортное ощущение органов зрения, исключает возможность запотевания лицевого щитка, а также очков, корректирующих зрение пользователя. Успользование выпуска воздуха выполнено в виде встроенного капюшона окна со съемным адаптером под различные типы сменных фильтров для очистки выдыхаемого пользователем воздуха, так как любой медработник может болеть и, естественно, чтобы этого не было, должен быть фильтр на выдохе. В структуре блока подготовки находится также компактный аккумулятор. Заряда этого аккумулятора хватает гарантированно на 8 часов непрерывной работы, ну и также электронный блок управления. Механизм фиксации регулирования установки шлема на голове пользователя пристегивается к несущему каркасу и выполнен в виде гибких тяг. Механизм регулирования позволяет варьировать комфортный наклон лицевого щитка к лицу пользователя, то есть относительно несущего каркаса в процессе работы. Ширина и охват лица щитком позволяет регулировать в подшлемном пространстве положение корректирующих зрение очков на лице руками пользователя, конкретирующие с ним через тканевую накидку капюшона. Тканевой накидки выполнен воплотительный вывод для трубки фонэндоскопа. Подпружиненные ушные наконечники, которые расположены внутри накидки, устанавливаются в уши и переводятся в свободное положение руками пользователя, контактирующего через тканевую накидку. Тканевая накидка выполнена из ламинированной полиуретановой мембраны и нетканого полипропиленового материала спонбон. Перед повторным применением шлем подлежит обязательной дезинфекции любым из имеющихся средств для обработки медицинской аппаратуры и инструментов с последующим хранением условий, исключающих вторичную кондоминацию микроорганизмами. Обработка должна соответствовать центральным пневмоническим нормам. Поскольку номенклатурной классификацией в медицинских изделиях отсутствует защитный медицинский шлем в пневмительной подаче беззараженного воздуха для дыхания именно как самостоятельное изделие, то для регистрации изделия была использована позиция с кодом костюм хирургически изолирующий. Костюм относится к первому классу медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска применения. Приказом Росздравнадзора от 6 апреля 2021 года зарегистрировано медицинское изделие костюм хирургически изолирующий. Имеется регистрационное удостоверение. Заключение. Таким образом, акционерное общество МПО Тепломаш в составе авторского коллектива совместно с медицинскими работниками городской многопрофильной больницы номер 2 разработало, провело натурные испытания в больнице, зарегистрировало и организовало производство современных надежных медицинских изделий с защитным шлемом, полностью удовлетворяющим жестким требованиям длительного пребывания медицинского персонала в красной зоне инфекционных больниц и инфекционных стационаров. Вот слайд сейчас пройдет. Это работа операционная. Спасибо большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!